Ну что ж, еще раз всем привет, друзья! Начинаем мы немножечко пораньше, потому что у нас все равно на турнире как бы происходят задержки. И дабы время не терять, я решил посмотреть еще одну встречу вместе с вами, ворваться чуть-чуть пораньше, как раз-таки до матча, до оттим против команды Вэри Геймс. И здесь дерутся у нас кик и команда Экссенсив. Я хотел посмотреть на представителей португальского CSGO, ну и насладиться какими-то, может быть, моментами от коллектива Экссенсив. Я уже просто устал сидеть и ничего не делать, я успел пообедать, попить кофе два раза до матча ВГ против команды Даттим. На самом деле, далеко не 15, даже не 25 минут, а где-то примерно еще час, потому что ВГ не начали играть против сербов или румын или болгар первую карту. Так, ну и на нее, наверное, на следующую игру обязательно Маркелов должен быть, как бы вот здесь я просто Марика не стал трогать. Вдруг он там непомерно занят, ну и приходит по себя, естественно, перед опасной встречей. Ну а пока давайте смотреть за Экссенсив, и маньяк пока что пал, пал от рук команды Кик, и Кик атакует через трое миддл. Пока вот если посмотреть по счету, мы можем увидеть 5-0 Экссенсив. Друзья, это топовая французская команда, которая пыталась попасть на Star Series в начале анонса, но, к сожалению, они заняли очередь слотов очень поздно. Вот если бы мы, конечно, знали, что коллективы типа FM Toxic, Annexis и Tributo Silvester решат покинуть нас, да, мы бы заранее позвали этих парней, потому что их пятерка пока что стабильная. Ну и состав команды Экссенситив, друзья, это маньяк, Гайн, GMX, Цервони, Цервони даже, да, и Апекс, Апексрион. Ну вот сейчас, как видим, у нас товарищ Цервони затащил целый раунд, и это первое, первое очко для команды Экссенситив. Перебили они киков, но вот опять же на счете 5-0 они только смогли остановить португальское наступление. О португальской команде, в принципе, мне мало что известно, я знаю только, что за ними уже наблюдали, не раз наблюдали на таких турнирах, как DreamHack Valencia и разного рода отборочные. Вообще у португальского КС достаточно большое прошлое, вот за 1.6 мы можем вспомнить таких лиц, как Fox, но вот здесь их вроде бы как нету, хотя непонятно, кто такой Фиг Стронг. Вот если посмотреть на Ники, да, то тут все немножечко непонятно, и я сейчас попытаюсь ознакомиться с первоисточником и с информацией, которую предоставляет нам наш репортаж из GoStarLadderTV, но это не первоисточник, но тем не менее. Happy, Maniac, Апекс, Сэмэш, Сэмэш, ГМХ, так это стоп, это что, это французы ведут? А, ну да, или нет? Стоп, 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 да, 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 французы один раунд взяли, кик ведут, и вот состав команды кик. Да, здесь играет Fox, друзья, и вот как раз таки вот он, вот он, вот он, вот он, где-то, 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 где-то португальский Fox, нашли мы португальского Fox, а также в состав поступает Mute, New, Fuchs, Insider, Fuchs и Fox это разные люди. Все, теперь, теперь ситуация более-менее ясна, тут пока что попытка врыва на 20, и заканчивается она трагедией для Fox, и в ассисте еще его тиммейт перед убийством, вот это вот, конечно, тимкилл непростой, но вот 20-ку пытаются взять бронелобой атакой сейчас кики, и смотрим, как выходит граната, флешечка, так, без флешек, без флешек, пытается он здесь истрелить столб, но он, в принципе, не знает, что игрок уже мог покинуть это пространство, и да, в него влетает дым, ждет сейчас приказа Mute, Ress, и открывается на большие пески, сразу же прыгает под флеш, пытается зайти на маньяка, тот грамотно справляется со своей позицией, ну и тут уже 5-2, как минимум 5-2. Ну что, вот у португальского КС история-то есть большая, вообще, я помню, когда-то в 2008 или 2007 году я смотрел у них отборочные на World Cyber Games, я вообще следил за ВЦГ плотно раньше, да все следили за ВЦГ раньше плотно, и вот видел несколько лайф-видео, любительских видео. Так, привет, Маркелова тут, нет, Маркелова пока еще нет, но он появится на этот матч, я решил попробовать свои силы, один, просто я зарядился, пообедал, достаточно неплохо, вот, кухня Киев-киберспорт-арена, вселяет в меня жизнь и уверенность, но вот еще бы от энергетика я, конечно же, не отказался бы, ну, наверное, уже перед следующим матчем я займусь этим энергетиком, а пока здесь посмотрим, чем ляжет фишка, просто еще один дополнительный ввод как бонус, ну и знакомство со сценой. Ну вот Кик Португалия, конечно, я даже не знаю, как они с кем тренируются, но точно могу сказать, что вот Фокс, который есть в составе команды Кик в 1.6 версии Counter-Strike, то есть в классической, отжигал, я бы сказал, друзья, что надо, и отжигал даже больше, чем надо. Ну что, здесь пока что отымление от центра, греночка по центру от Апекса, но игроки команды Кик уже стягиваются на точку Б, и сейчас будут готовы, наверное, там открываться, как я понимаю, даже нет, они тут что-то вроде фейкают. Да, это фейк, это фейк 3Б, 3Б будут сейчас заходить, будут, наверное, сразу пытаться пробиться на хелп, но вот нам сейчас товарищ Цервони подскажет, что же происходит, как его зовут, не знаю, но ник у него WD, это понятно. Так, ну вот, прорваться попытались, в итоге отходят, так, флейк, в принципе, работает на ура, они напрягли бы достаточно хорошо, потому что здесь уже два тела ставят бомбу, и французы понимают, что хелпа, конечно, у них была неплохая, хорошая, сыграли очень-очень качественно, в плане точку не отдали. Вот сейчас будет косяк за Фоксом, ну вот здесь, конечно, не убийство не простил маньяк, ну и, наверное, дальше будут уже врываться в план перекрестный огонь. Вот на тюрьме у нас есть игрок Атаки, это... Ой-ой-ой-ой-ой, Мутри, что творит? Минус 4, какая голова была просто сейчас жесткая сыграна в Гино. Ну вот она, Португалия, друзья, нестандартная позиция, которую где-то там обычно чувак не тусуется, вот он встал там и сделал минус 4, и мог фактически нанести столько димейджа. Ну вот защитил бомбу от 4-х врагов, на 5-го не хватило мана, Апекс задефил, это, по-моему, второй его MVP, да, если я не ошибаюсь, ну, счет 5-3. Играбельный счет, играбельный счет, можно еще здесь сейчас, в принципе, французам развернуть ситуацию, да я вообще ставлю, что здесь будет разворот, опять-таки, от французов, потому что это действительно сильная команда, вот по поводу кика пока сказать того же не могу, но можно взглянуть на самом-то деле их матч-хистри, которая доступна на веб-ресурсе, самым популярным, известным, посвященному Counter-Strike, да и не только Global Offensive, но и 1.6, конечно же. Ну вот они играли с командой Red Zone, выиграли их 16-14, тоже коллектив из Франции, но это уже какая-то, знаете, команда из разряда мы играли, мы играли и проиграли, а, ну это средняя ЕМА, если участвуют парни, понятно, проиграли на квалификации DreamHack к команде, команде 3D Max, также обыграли украинскую команду MyRavage, со счетом 16-1, 16-5 унесли GameD, и с соотечественниками из FM Sapphire расправились со счетом 2-0, вот такие вот результаты последней команды. Кик до этого матча, до этого турнира, Маньяк, кстати, друзья, сам по себе не француз, вот в составе Extensive, если верить Хелтвергу, то это представитель Швейцарии, отлично, 4 француза, 1 швейцарец, ну и вот результаты Extensive команды, не Факулти, 16-5, они сумели обыграть, расправились с командой ZNation, со счетом 16-6, это, наверное, какой-нибудь кибергейминг, Wizards, смогли им уступить, со счетом 16-14, ByKey, команде ByKey из Франции, ребята из Extensive проиграли 2-0, опять же, вот вам и интересный намек, ну и панчлайн, 16-7 они убили своих соотечественников, но вот где непонятно, но сейчас я попытаюсь это выяснить, мне бы только, да, ну тут вот вылезает штучка, и это ESVC Франция, ну в принципе предсказуемо, что я могу сказать, так, так, ну что, вернемся к просмотру, вернемся к просмотру этого матча, достаточно прикольный, и давайте смотреть, что здесь есть, пока что Апекс дает целый минус, как видим здесь на двигаются кики, ну вот португальский контрстрайк сейчас, по-моему, захлебнется в атаке, если я не ошибаюсь, пытаются от Фикс сыграть в ВП, Скобров, вот не знаю, глупо это или нет, но явно очень-очень рискованно, ну вот, в принципе, заманцевали, пытаются ворваться на сигарету, инса, спрей, и только один минус удается ему здесь сделать, контроль защиты был очевиден, последний игрок атаки в пункте не может даже спокойненько сделать стрейк на сигарету, счет становится 5-5, ну вот, экстенсив, друзья, и переворачивают здесь, в принципе, португальцев, которые вначале вроде как разбушевались, ну и сейчас начнется либо адский камбэк, ну то что, сейчас, наверное, будет просто в набор попытаются экстенсив сыграть, извиняюсь, вот не могу выговаривать правильное их название, такое оно прямо мощное, но вам пока что напомню, все ваши комменты я читаю в чате киберарена.тв, это группа в стиме, также группа в стиме, СЛ4М и Спортс, комментатор, ну и там, в принципе, все, там все, там все вопросы, и пользователи наши вам, опять же, наши зрители помогут. Эх, такс, кик, растяжка по карте, вот тут вот, экстенсив, прикольно, конечно, вот реально, они очень-очень похожи, на самом деле, на байкей в дефенсии, вот, опять же, маньяк, здесь два, да, ну вот такой французский дэп, там показывали байкей нам сегодня, фокс убегает с центра, его там попытались зажарить, ну а на б-пленте этим временем идет адский врыв, команды кик, и Мютрису удается открыть б-плент, забирает GMX, и будет игра против сейчас Церкви, Церкви, первая перестрелка, опять же, на сервоне начинается, он выигрывает эту позицию, на размен выходит Мютрис, не нужно было лезть, но, в принципе, хелпа подошла быстро, и Апекс фактически моментально замкнул вот эту вот дырочку позиции. Ну что, 2 в 3, Б3 и Тубка, давайте смотреть, что же будет, ну вот тут не удалось при пресном огне выиграть, и, как видим, экстенсив совершенно безумно и уверенно, хладнокровно просто зашли и расстреляли. Когда слэм танцевать будет? Да в конце игрового дня, наверное, слэм в курсе, что из группы выходят 4 команды, да, в курсе, что выходят 4 команды, поэтому ничего страшного из этого нету, мы уже с Маркеловым обсудили систему проведения, я просто не знаю, как будет складываться плей-офф, поэтому, если есть у вас какая-то информация по этому поводу, прошу вас написать мне в чатке Берарена ТВ, там, дать ссылку на систему проведения, либо на, не знаю, либо ВКонтакте где-то, там, комменты покажите, я обязательно потом увижу, прочитаю перед следующим матчем, просто реально вот нет инфы по тому, как будет формироваться плей-офф, либо я ее где-то упустил, но, по сути, система проведения сама по себе очень-очень жестко выглядит, если честно, но 4 команды, это, конечно, жесть. Ну вот, поляки вышли с 4-го места, если че, план сделан, да, вот, как в старые добрые времена, да, но в старые добрые времена, опять же, да, ребят, как обстоялась ситуация, расклад был в том, что, расклад был в том, что поляки любили из группы выползать еле-еле-еле, в принципе, как и Нави тоже вот были не лишены этого побочного эффекта, но на стадии плей-офф играть реально умели, ну вот, когда уже там дело касалось полуфинала, всегда, конечно, был экшен так. Ну что, давайте смотреть, что здесь, кикзы, заняли мид, решились они одного фокса и, по-моему, играют с ташку на бэй, сейчас дали кучу-кучу флешек на флешек здесь, здесь, все, убили 15, отлично, отлично. Отхалживается под бэй сейчас у нас один инсик, вместе с ним фикс в паре и... или фикс. Посмотрим, как сыграет сейчас ГАЭМ, ну и минус мутрис есть, 15, он дал пройти, ждут двадцатки, ну вот, кик, по-моему, просто не знали, что они хотели сделать, пошел чувак, погиб на 15, и решили зайти вдруг на бэй, вместо того, чтобы либо всем стянуться, либо одного оставить и всем отойти. Ну и тут уже тупо отдача жесткая от португальцев, они взлетают с бэй флэнт, и сразу же Джим их здесь собирает, становится MVP этого раунда, разумеется, и его атаковало три игрока, между прочим, за этот раунд. 7-5 в пользу команды, экстенсив французы пока, как видим, все-таки перевернули здесь португальский, CS GO, поставили его на место. Слэм говорил, что на дату переключится, ну да, я переключусь, но дело в том, что, друзья, момент такой, Варигеймс еще только-только начинает играть сейчас с сербами, дат, видимо, пока что еще даже не сели разминаться, если я правильно понимаю, ну и, в конце концов, мы в любом случае посмотрим матч против Варигеймс, оставшись встречи команды дат, просто здесь есть такая возможность засыпить на один матч больше, ну тем более дат с сербами мы уж смотреть точно не будем, но посмотрим хотя бы эту встречу и три игры команды дат, может быть, я не знаю, там посмотрим. Просто четыре команды из группы, когда выходят, это, знаете, день на смарку, я-то уж ожидал, что оп, полуфинальчик и все такое. Дат-тим скоро, ну должны были в 19-15 начинать играть, но я думаю, что не произойдет этого интересного. Варигеймс против MyDGB 1.6, MyDGB win, иди стрим ту игру. А зачем мне стримить ту игру, когда мы смотрим здесь португальский кс, французский кс? Там все понятно, Варигеймс смогут проиграть первой половине с каким угодно счетом, а во второй половине выиграют, а они все равно MyDGB вообще без шансов. Не могут ли парни играть лучше, чем ВГ, это очевидно. ВГ там их просто перестреливать будут. Это реально очевидно. А тут хотя бы вот португальцы попробуют побороться с французами. Французы тоже, в принципе, здесь, как видим, далеко вперед не ушли от кик. Сначала проигрывали 5-0, но потом сумели перевернуть экономику соперника, взять пару лишних раундов против ЭКа, и, конечно же, потащили девайсное, что самое главное. Давайте смотреть, 3-2 разбегается французы, и кик идут атаковать. Сейчас, походу, 4 дуга, либо просто укрепляют мид, да, укрепляют мид, дым летает на дугу, флешка и отдает позицию Фюкс. Атака действует крайне агрессивно, ковры выходят в аркаду, и здесь уже, по-моему, выход на ковры, да, осуществлено. Ну, ура, вот бомба на коврах, не спешит, как видим, здесь у нас играть маньяк, но вот вместе с Гайном они, в принципе, пресекли бомбу, забрали Фокса, опять Фокс не смог разыграть нормальные ковры, и бомба лежит в такой позиции, что, по сути, ты ничего-то и не сделаешь. Вот АВП на АВП, и Фюкс минус. Забирает Гайна, упал АВП у француза, в ситуации 3-3, кик пытаются как-то из него вылезти, но бомба, опять же, говорит сама за себя. Ну, вот, пошел у нас здесь, как видим, Нью Форест стричь ковры, и пока что, нет, реально Нью Форест. Как старый Форест не смог сделать. Ну, и этот раунд остается команде. Экстенсив, опять же, банальная ошибка от кик, не прочекали темный в коврах, и за счет этого потеряли бомбу, не смогли разыграть. Нормально. Нормально. Ну, и пока идет, конечно же, вот этот матч, мы с вами будем общаться в чате SL4MNESports комментатора. Потом SL4MNESports комментатора и Киберарена ТВ, а потом, разумеется, я чат мне придется выключить, и мы будем уже с Егором комментировать для вас матч с Датким против ВГ. Ну, там просто не до чата будет. Никак не до чата. Так, смотрите, кик. Так, фук, смит, снова там что-то с коврами пытаются придумать. Здесь, по-моему, экстенсив решили вообще каждый раунд подсаживать вот этого парня, если поляки делают на эко, то тут французы пошли дальше. Они решили, а почему бы каждый раунд его не подсаживать на это безумное хорошее дерево? А здесь уже выход ковры назревает от команды кик. Плюс они будут пытаться открывать сейчас, сейчас ребра втроем. Фокс вышел на контакт. И открывает двадцатку. Неплохо увольняет. Вот не надо было, не надо было там на самом деле Апексу отходить. Под Б у нас, как видим, стягивается игрок атаки. Обратно в сторону меда. Все, пошла стяжка. Здесь открывается. Оп, халявная голова против маньяка. От Фокса надо закрепляться на пленте. Ну а ВП от Гайна пока что играет на уровне. Как видим, проходят двадцатку. Два игрока атаки вместе с бомбой. Ситуация 3 в 4. И выбить их сапплента сейчас будет не особо-то легко. Ну вот удовольствие они... Ну зато много удовольствия нужно получить, если такой раунд удастся взять французам. Плюс мораль и все такое. Давайте смотреть, что будет делать сейчас Гайен в паре с GMX и... GMX и Цервоне. Тут поймали 15 сейчас, как видим, кики. Минус 2 от Инс и АВП от Гайна. Все еще пытается божить. 1 в 2. Красный остается играть против двадцатки. Меняет девайс. Ай-яй-яй. Ну вот как тут, конечно, сыграл на уровне сейчас Мютерис на самом деле. Чекл прыгал. На заметку. На заметку можно взять, что так можно делать. Чекл прыгал и все хорошо. Слэм не читает чат. Да я читаю чат. Все нормально. Слэм видел переделанные карты. Инферный Тейн. Более похожие к 1.6. Как думаешь, они приживутся? Еще когда Старлатор не запустился, эти карты уже были. И я считаю, что они не приживутся. Опять-таки. Потому что, ну это другая игра. Это другая игра. Там нельзя соблюдать те же пропорции, те же дистанции. Вот по-моему сейчас все нормально. Нужно просто подождать, посмотреть. Время пройдет, станет ясно. В основном, когда Таффа придет, наверное, в последний день этого чемпионата. Может быть, в предпоследний. Я пока не знаю. Я просто не знаю. У Таффа как бы сейчас в World of Tanks, в ЦГ. И он не может комментировать реально два турнира одновременно. Тем более, что там чуваку надо как бы, да, просыпаться там в 5 утра. Идти комментировать это все дело часов где-то до 12, до часу. Вот. А потом опять повторный круг. Вот. Но с учетом, что Таффа обычно засыпает в 5 утра, ему достаточно тяжело. Так что потом придется прийти в норму, чуть-чуть отдохнуть. Но опять же, на лан-финалах StarSeries StarLadder самое интересное будет. Друзья, вот там-то мы узнаем судьбу четырех команд, которые выйдут на лан-финала. Там мы увидим, кто кого, зачем, почему. Ну, я буду надеяться, что все будет четко. Словом, суп будешь? Конечно, буду, но не сегодня. Ну что, экстенсив. Атака на плент, на коврах уже открыли. Согнали одного игрока с позиции. Будут выходить 20-ку. В этот момент идет кач его дуги. И это фейк-атака, либо какая-то попытка размнацевать защиту под Б. Ну, тут, как видим, все неприступно. В аркаду выходят два игрока. Защита, аркадят ковры. Минус один есть в исполнении. Мютириса не стал выходить на 20-ку. Хотя, вот, не стал открываться на 20-ку. Хотя надо было бы, чтобы миг-то прочекать. Но, вроде бы, как слышал стяжку. И смотрите, что делает экстенсив. Стягиваются под Б-плейн. Здесь тяжки не было. Два игрока как сидели, так и сидят. И сейчас фактически на бум будут заходить против Инсы. Инсы и его тиммейта Ньюфореста. Но, вот, тут долго, конечно... Ой-ой-ой. У Дефа нет флешек, но Инсы дает минус. Минус от Ньюфореста. Ньюфорест! Минус два. И Б3 пытается задавить. Здесь маньяк, но уже слишком поздно. Два хп у него осталось. И, как видим, с ним расправляются достаточно быстро. Счет становится 8-8. Экономический раунд светит команде экстенсив. Сейчас и после него можно будет что-то делать. В основном, как тебе Shadow Company играл? Нет, не играл и не буду играть в эту игру, честное слово скажу. Я кроме CSGO в ближайшие несколько лет играть вряд ли во что-то буду. Потому что мне интересен он и CSGO. И в другие игры я играть пока не хочу. И не буду. Такие дела. Даже если меня будут заставлять, я вдвойне буду пророкив. Ну, вот зачем? Зачем, реально? Я просто знаю, что... Я уверен в том, что CSGO станет фри-то-плей игрой. И она все остальные игры, все шутеры просто положит по популярности, по рейтингу. Какие бы они ни были крутые, распиаренные, раскачанные, сколько бы там призов ни было, CSGO победит. И МФО. Ну, по крайней мере, вот F2P рынок. Это уже совсем не то. Посмотрите, Extensive, что делают. Пробивают просто двадцатку, закрепляются на пленте. И сейчас будут разыгрывать против меньшинства соперника. Ой-ой-ой, Apex минус, Linsa. Ну вот как так? Взять первый раунд. При том, что взять его фактически железно. И против первого ЖЭКа португальцы устроили себе Габеллу. Вместо того, чтобы как-то попытаться закрепиться. Где Маркелов? Я хотел ему вопросы позадавать. Ну, там желающий, конечно, задать Марику вопросов много. Мы будем комментировать следующий матч. Даттим против Эри Геймс. Так, вот мне тут кто-то говорит, сломано одно. Но я не знаю. Нет, игра не может быть дном. Каждая игра имеет право на существование, да. Но я пока ни в какие шутеры, вот кроме CS GO, действительно не хочу играть. И не собираюсь, может быть, только Call of Duty и то синглплеер пройду. Так, ради себя, потому что мне очень сильно нравится вообще вот сюжетная линия в коде. И всегда нравилось. Там целое поколение на коде выросло. Так, пока что флешки и минус гидрайт должен был делать. Сейчас у нас товарищ Сервони, но он отдал девайс. И еще и соперника не смог разменять его тиммейт Гаены. Вроде бы даже, так, девайс отдал. Нет, девайс не отдал, но, слава богу, хоть там красный фокус убзал с пистолетом. Но без девайса. Сейчас попытаются здесь французы девайс спрятать. Чтоб он не достался врагу. Ну и, наверное, пойдет дальше до упора на Б. Тут, как видим, два человека фактически. О, пустой плент. И по факту это провал для кик. То есть... Ну, тут может, конечно, фокус начекать. Но, опять же, вот этот вот чек с 11 хп... Ну, вот сейчас ему в ответку просто выйдет на стрейф кто-то, да. И... И все. Ой-ой-ой. Я думал, сейчас как попадет. Он еще у нас SP-250, посмотрите. Вот, не зря на эко-раунде купил. Купил, чтобы воспользоваться. Так это называется. Ну... Ну, воспользовался в начале раунда. Дальше, я думаю, у него таких шансов очень-очень мало. Да, спокойненько отваливается вслед за своим тиммейтом. Ну, и оставшиеся игроки команды кик просто гибнут на хилпе. Вот, они тупо в три тела подошли и отдались. 10-8. Но это был эко-раунд, и время девайсов сейчас от Португалии должно было настать. Или стоп-стоп-стоп-стоп. Нет, еще один эко. Еще один эко. Что-то я обсчитался. Вообще, давайте посмотрим на статистику. Вот, у Мютириса и Скик стата достаточно интересная. 20 на 13, 16 на 14 у Флокса. Ньюфорест 13 на 14, 8 на 15 Тинса и Фюкс 3 на 14. У Экстенсив все прикольнее выглядит. 20 на 13 тоже. Идет Апекс, ГАЭН, ну или НГАЭН. 16 на 14, 14 на 11 Маньяк и Цервони. 10-11, 10-11, GMX. Зоток, вот тут у них спонсор. ВД, а ВД это не ник все-таки. Это Western Digital, видимо, фирма. Ну, и... Кики играют эко. Французы опять не спешат, снова пытаются по позициям наработать контакт. Но пока не особо сильно получается. В основном, какая у вас погода на правой стороне Днепра? Ну, я не знаю, я выходил, там был дождик и что-то вроде этого. Ну, короче, зима, одним словом, в Киеве. Смешно, но да, действительно, вот в Киеве первый день зимы достаточно бесснежный и какой-то осенний, я бы даже сказал. Даже бессенний, а не осенний. Потому что вот как весной, знаете, начальная весна, когда вот это вот все говно, которое лежало там везде под снегом, начинает таять. Вот сейчас то же самое фактически, только снег не тает, а просто течет дождик. Но ощущение такое возникает. Экстенсив, атака. Аплент после отстрела Б и отстрела А, разумеется, остался один инс, как видим, в живых. Ну, он тут попытается себе что-то замутить, но, как видим, надолго этого парня не хватило. Отдался, да и ж ты, боже мой. Какой красавчик, дорогой. 11-8. Ну вот кик что, будут давать камбэк? Сейчас, наверное, Португалия сидит и думает, почему же их команда, лучшая команда в стране, не тащит. Эх, а матч с Датким в Эрегейм с тем временем не особо-то сильный. Идет к нам в кармашек. В кармашек. Там еще, по-моему, парни только-только играют. Я вот сейчас попробую параллельно. Да-да-да-да-да, я сейчас включу наших коллег параллельно с сайтом ESPlanet и посмотрю, что там происходит. Ну, там, видите, там уже 7-5, там просто MyDGB ведут как бы УВГ за дефенс. Вот против Датким интересно будет смотреть. Против этих сербов мне не хочется. Просто, ну, не тот там уровень. Да, они там возьмут 76 раундов, 8 опять же за счет того, что, возможно, даже не играли до этого ни разу друг с другом. Ну, все такое, слом с праздничком, кстати, тебя и всех, кто тут есть. А то я забыл, что сегодня первый день зимы. Ну, хрена себе, первый день зимы на самом деле это ни хрена не праздник, я тебе скажу, для меня это уж точно. Зима это такая штука суровая. Это опять надо, короче, на себя одевать 100-500 килограммов одежды, чтобы тебе было нормально на улице. И это мне не очень-то нравится. Ой, тут вообще красиво сел, смотрите. Просто мозги на стенке и сидит такой. Зачем ему каска, если она пробиваемая? А здесь экстенсив, ну, что, вот... Я не знаю, как это комментировать. Не знаю, зачем начал. Ну, если вкратце, друзья, то вы сами все прекрасно видите. Экстенсив просто без шансов бегают за атаку, ставят бомбу где хотят. И вот девайсный раунд у кик просто был зря сыгран, я бы даже сказал. Не то, что зря сыгран. Они даже зря потратили силы, деньги на эти девайсы. Лучше бы еще один эко сыграли и потом потащили. Да, но там уже было сыграно два. Не, просто не уверенно. Оно и предсказуемо. Первая половина, понятно, можно потащить. А вот дальше уже... Дальше уже тяжело. Дальше уже вот инициатива за французами, а не в атаке. В качестве доминирующих, доминирующей команды выступают. И пока свои принципы игры, они какие-то навязали к никому. Ну, вот, дали за сейвить им два девайса и посмотрим, к чему это приведет. Мне кажется, что два девайса не так уж плохо. Плюс там, да, пошли дропы, пошли дропы по экономике. Ну, да, неплохо. Они там идут по экономике. Смотрите, там у кого-то дегл, есть три кольта. Да, если я не ошибаюсь, гранатами плотненько закуплены. Вот две флешки есть у Инсы. Две флешки Фукс. Мютирис, флеш, граната и дым. Две флешки у... Ньюфореста. И, по-моему... По-моему, это неплохой расклад на начало. Вернее, на продолжение этого матча. Ну, посмотрим, чем это дело закончится. Пока можно включить X-Ray, посмотреть. Атака через строй миддл действует медленно. С коврами, чекая предварительно все ныжки. Вы избежали какой-либо агрессивной аркады от команды кик-нот. Кики не дожидаются здесь. Мютирис не дождался контакта. Спалил то, что он был на коврах. Это уже инфа для команды. Экстенсив. Обратите внимание на растяжку. На этот раз они решили вот за счет апекса держать под контролем выпады на миддл. Защиты в начале раунда. Но умудрились, как ни крути, сейчас не пробивать. Б-плент решили там не искать приключения. Сыграть уже целенаправленную атаку на А. А, при том, что встречает их Дигл и в перекрестном огне Кольт. Раскидка будет от маньяка. Видимо, влетать еще от Гайена. Да-да-да, 15-20. Ну вот, маньяк пошел по коврам. Не стал бросать двадцатку. Джимикс открывающий на больших... На большие пески смотрим сигареты. Минус от Фокса сразу. Размена нет. Экстенсив занимают 20. Не убили пески, но они их прочекали. Вот сейчас с плентом будет очень тяжело драться. С ковров как-то не дают выйти игроку атаки. В итоге Мютирис ставит ему хедшот с Дигла. Мютирис сразу разменивает Апекс, и он продолжает пуш-плент, забирает Фокса. Одного из ключевых киков. Одного из ключевых игроков команды Кик. Ну и тем временем первая половина в параллельном матче Вэри Геймс с Майди Джи Би заканчивается со счетом 8-7 в пользу Майди Джи Би. Но там сейчас будет смена сторон, и я уверен, Вэри Геймс начнут мочить на всю катушку. Ладно, давайте смотреть. Опачки. Экстенсити просто взяли и закрыли попытку выбивания команды Кик. Но тут уже не по шансам игра, это прекрасно видно. Видно также, что французская команда очень твердо стоит на своем, и не дает португальцам вообще выдохнуть. Дальше что у нас происходит? Блин, киньте мне команду на точку, а то забыл. Так, киньте ссылку на стрим. Вот в Киберарене сразу поделились с тобой ссылочкой. Да против кого? Против Вэри Геймс, конечно же. Проще вам написать. Так, дальше что здесь? Сигарь, меня забанили в чате с Тимом. Ни за что, как говорят, перепутали ники, но разбанить не хотят. Я же не могу жить без чата. Порежу вены. Плиз, разбани, если будет время. Коржук, режь вены. Ну, а здесь у нас, друзья, что, 13.8? Мне экстенсити продолжают набирать. Да ладно, я шучу! Че ты сразу завелся? Че ты обиделся? Разбанят тебя в чате. Подожди, дай я доберусь до этого чата сначала. Разбаню там всех. Наверное, завтра с утра. Но сегодня уже не буду этого делать, потому что... Ну, потому что вот не хочу. Надо вообще сначала как бы посмотреть, сколько там народу в банлисте. Вот, смотрите, здесь такая подсадочка была на чек. Тоже такой сурс стайл. Можно на самом деле увидеть парня, который стоит вот здесь. Если он там стоит, либо вот здесь вот, который ждет на заходе. Но такое редко бывает. Вообще, пока молотов не пофиксили, нельзя было его тушить. Вот эти вот молотовы меня очень сильно радовали. Особенно на пабах, когда их бросаешь. И там просто... Там же все раки стоят в меде, как бы обычно. Туда залетает этот молотов. И там все просто горят. Вот, а два молотова там вообще полный коварбак. Ну, а здесь что, экстенсити? Сейчас будут брать раунд 2 в 4. Вернее, пытаться брать раунд 2 в 4. Ставится бомба, ставится сразу за бассейном. Опасная позиция для бомбы. Б3 будет контролироваться пистолетом и еще несколькими девайсами. Ну, и вот на маньяке тут львиная доля ответственности, если честно. Минус... Он дает 1. Минус от жимыкса есть маньяк. Два фрага дает 2 в 1. Ну, и Фокса последнего забирает маньяк. Становится MVP этого раунда. И маньяк добил трех раненых фрагов. Какой он красавчик, сообщает нам CSGO. Счет 14-8. Ну, и, в принципе, этот матч закончился в одну калитку. После этой игры, друзья, Веригеймс против Даттим. Вместе со мной будет сокайстить сегодня Маркелов. В эту встречу может быть еще какой-то матч с Даттим. Посмотрим, что из этого хорошего выйдет. Но завтра будет интересно. Меня не забудь разбанить. Да я в киберарене дам просто всем разбану, что ты переживаешь. Так, ребята, а сколько в CSGO стиме стоит гривнами? Скажите, ну я не знаю. Не знаю, сколько там в гривнах это стоит. Но вообще CSGO стоил 10 баксов, как бы. И сейчас он стоит 5. Там еще какая-то акция там действует. Или действовала недавно, что он вообще стоил копейки. Я думаю, что они сейчас еще на Новый год скинут. Там он будет стоить в районе где-то там 4 долларов. И потом они еще раз доберут, наверное, последний разочек в марте. Деньги просто... Они, наверное, хотят как-то данным разрабам сразу как бы заработать. Чтобы потом этим разрабам платить зарплату. Разрабы будут сидеть 24 на 7 и писать, фиксить игру. Вот что будет происходить. Но потом она станет бесплатно и начнется безумная веса. Ну правда, посмотрите, игру делают под электронный спорт. И все понимают, что в электронном спорте сейчас игры, которые как бы были раньше, да, и стоили денег. Они не прижились. И вот фри-ту-плей игра должна забрать свое. Тем более такая, как Counter-Strike. Это вообще настолько огромный шаг вперед. Но это практически моя мечта сбудется. КС для всех! Всем играть в КС. Не, на самом деле клевая игра КС. Серьезно. Да, конечно, там со временем иногда... Здесь, кстати, Кики 9-й ровно взяли. Со временем иногда хочется поиграть во что-то новое, там другое, посложнее. Может быть другого рода игру или другого плана. Но все же вот именно сама концепция КС, она реально доставляет удовольствие. Ну вот экономическая часть, закупка оружия. Это все, знаете, это все реально спортивно. Тем более, что теперь есть StarLadder, друзья, для всего СНГ, для всей Европы есть StarLadder, AM Series. Скоро будет 7 Pro Series, Pro Series. Будет четкая, как бы, титульная система. И мы сможем... Мы сможем... Вы сможете, в первую очередь. Вот юные игроки, да, будет много талантливых игроков появляться. Тем более, каждая команда сможет попасть в Star. Если она этого пожилая будет тренироваться, то можно вполне будет начать свой путь с Аматорки. И как-то попасть в Star Series. Ну, опять же, вот следующий сезон и через сезон уже будет более-менее все ровно. Ну, а пока ситуация за счет счет 14-9. Параллельно матча команда VeryGames играет пока что в ничью с MyDGB на карте Денюкве. Ну, я не знаю, что там мешает ВГ на самом-то деле. Но, по-моему... По-моему, все-таки MyDGB еще будут бороться. Вот сербы такие товарищи. До этого что-то вообще ни разу не прывались. Большой Counter-Strike. А тут вот пригласили на большой турнир и решили поубивать. Но, опять же, УВГ это первая игра. Но вот следующая против Dat Team. И если там будет какой-нибудь нюк, я буду только рад, если Dat Team выиграет. Тем более, там сегодня дядя Митя, это хучий, друзья. Вот этих ребят стоит поддержать. Слэм, когда уже Федька на КС перейдет? Ну, Федька, не знаю, вряд ли перейдет на КС. Вот. Так, с... Слэм, я как игрок в ПБ задам вопрос. Легко зарегаться на турнир, как в ПБ? Конечно, легко. Еще легче, чем в ПБ. Если... Все, я ничего не хочу говорить, а то меня уволят, если я что-то скажу про ПБ. Мне же просто нельзя про эту игру плохое говорить. Хотя, мое мнение такое, она мне не очень нравится. Она прикольная, но из-за того, что там пединговый коннект, вся вот ваша стрельба и вся ваша там какая-то стратегия передвижения превращается в сплошное дно. Особенно вот пулечки из-за стенок, это прикольно. Такс. Ну что ж, давайте смотреть, что будет происходить сейчас с Extensive. Они играют сейчас на выпад на 15, как видим. Ну, здесь... Интересный расклад! Фикс минус 3! Отлично, заложил французов. Ну и остался последний Цервония. Ну, я думаю, что здесь все понятно. Кик сейчас просто попытаются какие-то раунды свои забрать. Может, даже им повезет, и они сыграют 14-12. Тем временем в Regames начинают выигрывать MyEGB на один раунд. И... Я думаю, что это опять-таки начало конца. Судя по тому, что там сейчас творит экзистенс и какие-то что-то ставят. Я даже осмелюсь предположить, что это полный финиш-хим. Вот эти парни, кстати, ничего, да? Смотрите. Слушай, давайте это сфоткаем, а? Не, я это просто сфоткаю прямо сейчас. Я просто не могу. Я на такие снимки прямо... Отчасти... Отчасти погибаю. Ну, серьезно, прикольный скриншот. Такие три трупа. При том, что одна... У одного трупа голова там почему-то в промежностях другого. Вот это... Знаете, это как в Хэнкоке. Это типа... Если ты сейчас не успокоишься и не уйдешь отсюда, твоя голова залезет к нему в жопу. А его голове не повезло еще больше. Его голове достанется моя жопа. И вот здесь что-то вроде этого произошло. Ну, кто Хэнкок смотрел, тот помнит. Там какой-то такой расклад, но он там долгую историю толкал на самом деле. Итак! Врыв! На центре Йобра пошел проход на пятнарик. Как видим, здесь у нас парень на скейте. В паре с ним GMX. И GMX открывает счет в раунде. Не то, что открывает, он играет по-размену. Разменивает своего тиммейта Эпикса. Осталось только попытаться разыграть как-то нормально с коврами. Но там умелый Мутирис упрыгать успел. Ньюфор разбежусь сейчас запирать на двадцатку. Ну и французы по факту купить. Осталось здесь маньяку только, не знаю, написать килл в консоли. Потому что его с трех сторон уже сейчас будут пушить. Ну вот он двадцатки не хочет проигрывать. Ой-ой-ой, а посмотрите, что делает. Что делает, что делает. Он решил пойти просто к ним выйти в спину. В итоге двадцать его пушат и без инфы. Но сыграли на врыв. Неплохо. Двенадцать четырнадцать. Ну вот в принципе и раунды опять же кик себе набирают. За счет слабой игры в атаке от Экстенсив. Я думаю просто, игра здесь даже не слабая у Экстенсив. Просто они не парятся. Они не парятся. Четыре команды выходят из группы. Я-то думал, что сегодня как играли все слабенько, да? Ну вот ЕСЦ, например, принципиально тащили против НИП. То есть это было видно реально. Они боролись, они старались. Они, конечно, понимали, что они сейчас слабже на данный момент. Но они боролись вот от ЕСЦ на команды, которая сегодня нас очень сильно удивила и показала хорошую игру. Дымочек интересный от GMX. И залетает он, залетает он. Тоже прикольно. Слушайте. Ну нормально, тут как бы фулл изоляция библы. Под бэк, как видим, моменталкой. Не, не моменталка, просто флешка была от стеночки брошена. Но она даже не опасная, как бы. Вторая тоже влетела. Ну и с тем временем забрал Апекса, Гайна. В размен вышел Сервони. У атаки, как мы видим, ситуация по оружию была сложная. Размен. Сейчас кик, короче, прорвут. Вот если сейчас Мютерис запирает дугу и дает еще один минус, то этот раунд может достаться кик. Но, как видим, его все-таки тут разменяли. И это 2 в 2. При том, что преимущество теперь явное за экстенсив. Сейчас Сервони займет, как бы, Аплент. И с больших песков ему уже ясно, бомба будет ставиться на библу. Дым влетает моментально. С дыма сейчас попытается зайти у нас Инса. Вот красный минусует плент. Отлично. С 19-ю тихоцами. Его тиммейт действует с 20-ки, как я понимаю. И плотный холд играет Сервони. Не слышит Инсу справа. Тот играет. Джампы. Просто сверху настигает своего соперника, как черный плащ. Такой набросился на врага, арестовал. И все. И счет становится 14-13. И экстенсив пора задуматься о их матч-пойнте, который пора бы взять. Так, дальше что у нас в чате? Как сделать прицел толстым? Селок красаер тикнес. Да, тикнес тебе написали. Один. Так, тащи парни. Тут модеры сидят, в общем-то, ислам. Ну, я сижу, я иногда баню кого-нибудь или кику, если тут совсем какая-то жесть. Так, ребят, кто может знает, как сделать у прицела полоски ширив к из гоу. Так, ниже тебя ответили. Слам, айди джи битом. Гвардиан и Снэйкс, когда они играли в Ризен Гейминг, в КСС, они прокатывали ВГ всегда. И Гвардиан был лучший игрок в КСС. А, ну это еще и противостояние КССеров? Сурсеров? Нет, спасибо. Я хочу посмотреть на даты. Я хочу посмотреть на дядю Митю. У меня реально, вот, правда, без разницы, где-то мы этим Айди Джи Би играли, потому что играть им недолго осталось, по-моему. Не, ну играть с ВГ 12-10, это, конечно, хороший результат. Я ничего плохого про этих ребят не хочу сказать, просто мне они пока не знакомы, но потом мы посмотрим. Если они прокатывали ВГ раньше, молодцы. Что я могу здесь добавить? Но, опять же, время меняется, приходят новые лица. Здесь, например, есть НИП на турнире. Если эти парни прокатывали там ВГ, да, то НИП, например, прокатывают ВГ уже 4 турнира подряд. 3 турнира подряд крупных, прямо в мясо. Ну, а здесь, как видим, кик сравнивают счет до... Ох, до самого смешного. 14-14. Португальцы что-то совсем бесятся. Я извиняюсь за то, что комментирую пока что неплотно. Да, я не весь в игре, не весь осредоточен. Стараюсь с вами пока что общаться, налаживать, так сказать, фидбэк перед самым важным матчем, который мы будем смотреть. Вот, но если Майди Джи Би сейчас как-то перевернут в Эри Геймс, то посмотрим. То матч с дат, наоборот, будет только интереснее. И прикольнее. Но я надеюсь на дат-тим вообще вот на этом чемпионате. Я просто очень-очень сильно в них верю. Мне бы хотелось, чтобы эти ребята реально вошли в тройку лучших команд. Я там не буду ставить за топ-3, за что-то еще, но я думаю, что им вполне по силам было бы побороться с европейцами. Вот она такая великолепная подсадочка от Extensive. Опять же, Сур с фишкой. И она более-менее работает. Но не совсем, конечно же. Как видим, Extensive, но в ожидании. Врыва на дугу. ГМХ, он же Джи Микс минус Мютирис. Ну, французы собрано начинают здесь уже катать с португальцами. Как мы видим, да, быстрый раунд не играют, стараются действовать медленно. Ну и расклад такой, что сейчас вот опять в аркаду бренулся Фокс. И он может сделать очень-очень... Он может сделать следующее. И вот такие вот минус 2, смотрите. На морозе зааркадил ковры, забрал двоих, упала бомба. Нет, она у Эпикса. И это будет, если... Нет, Эпикс на втором медле. Ну, вот сейчас французы совершат ошибку. Они просто без размена на А уходят, как бы... Ну, им надо было с этим Фоксом что-то делать или открываться на 15. Они просто вышли. Б-плэн пытаются протаранить. Вот Сервони, например, вообще бежит бегом. Ой, бежал бегом. Ну, он сразу... Позже затормозил, остался на дуге. Тут тупо открывается... Апекс падает сразу же в спину. Остается один Сервони. Ну, и это 15-14. Пользу команды кик португальцы! Португальцы, что вы делаете? Что вы делаете, португальцы? Как вам это удается сделать? Как вы до этого додумались? Да, Экстенсив, конечно, сейчас не в самом... В восторге, наверное. Давать такой мощный камбэк. Реально обыгрывать команду тупо в тактическом плане. И... Взять и отдать банальный раунд. Опять же, за счет того, что ушли без размена с А, пошли на Б, где уже, в принципе, был дефенс готов принимать такой расклад от нападения. И все было достаточно читабельно. А Майди Джи Би тем временем могут убрать реально в Вари Геймс. Ну, вот я, наверное, сейчас досмотрю эту встречу. Ворвусь на пару последних раундов туда, конечно, если успею. Там уже 13-12 в пользу Майди Джи Би. Ну, что за непредсказуемость. И тут французы должны были брать, не взяли. Кик стараются. Но, опять-таки, я бы сказал, друзья, что это групповой этап. И вот старания в групповом этапе заканчиваются не всегда от как. Ну, что, поздравляем команду Кик. 16-14. Я к вам вернусь с матчем... Вари Геймс против команды Дат Тим. Он начнется чуть-чуть попозже. И, как я понимаю, наверное, даже очень чуть-чуть попозже. Может, мы даже сегодня все матчи их не досмотрим. Так как выходит 4 команды. Но против Вари Геймс посмотреть встречу нужно обязательно. Это вообще не обсуждается. Ну, хотя еще Экстенсив будут играть. Но там тоже французская команда. Вот против Кик будет интересный матч. Сразу вот Кик. Потом сначала Вари Геймс. Потом Кик у Дат в соперниках. Ну, вот. А потом уже Экстенсив и жесть, жесть, жесть. Как раз таки вот эта вот сербская команда. Но если они ВГ перевернут, придется смотреть и болеть за дат, друзья. Что я могу сказать.